МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Онкология, рак – эти слова пугают нас. Многие стараются не думать об этом, полагая, что болезнь никогда не коснется их. Надеяться на крепкое здоровье – вещь хорошая. Но лучше своевременно и полномерно заботиться о его сохранении, знать, что необходимо для того, чтобы страшное слово «рак» никогда не прозвучало в стенах вашего дома. Ведь, как говорится, кто предупрежден, тот вооружен. В эфире очередной выпуск телепроекта «Здоровая Чувашия». Сегодня мы поговорим о возможностях профилактировать и лечить онкологические заболевания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рост заболеваемости новообразованиями является основной тенденцией последних лет. Рак – одна из основных причин смерти в мире и занимает второе место после болезни системы кровообращения. В России ежегодно заболевают более полумиллиона человек. Около 3,5 миллионов болеют, либо ранее болели онкологическим заболеванием. Проблема становится все актуальнее. В Чувашии ежегодно в нашей республике заболевают около 3,5 тысяч человек. На учете в онкологическом диспансере состоят более 25 тысяч. Другими словами, один из 50 жителей Чувашии когда-либо сталкивался с онкологическим заболеванием. Самыми распространенными формами злокачественных новообразований являются опухоли кожи, рак легкого, опухоли молочной железы, рак желудка, рак толстой кишки. 2017 год объявлен в России годом борьбы с онкологическими заболеваниями. В августе этого года в Чебоксарах состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Информационные и инновационные технологии в онкологии». Ее участники – врачи-онкологи со всей России обсудили вопросы развития IT-технологий в здравоохранении, инновационные подходы к диагностике и лечению злокачественных опухолей. Ежегодно, начиная с 2015 года, под патронажем Международного союза против рака, 4 февраля проводится Всемирный день борьбы с этим заболеванием. Основная задача мероприятия – привлечь внимание общественности к проблеме онкологических заболеваний, повысить информированность населения в вопросах профилактики, диагностики, методах лечения опухолей, возможности, необходимости и способах своевременного обнаружения заболеваний этой группы. В 2017 году Всемирный день борьбы с раком проходил под девизом «Мы можем, я могу», подчеркивая роль каждого человека в борьбе с онкологическими заболеваниями. В нашей республике этой болезни противостоят сотни врачей, но наибольший вклад в оказание специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи вносят специалисты Республиканского клинического онкологического диспансера. Диспансер сегодня – это современный лечебно-диагностический комплекс с полным циклом оказания высококвалифицированной медицинской помощи. От поликлинической службы и телемедицинского центра до хирургического звена реабилитации и социальной поддержки населения. И в рамках нашей программы я предлагаю вам познакомиться с профессиональным коллективом онкологического диспансера. Мы команда Республиканского клинического онкологического диспансера Чувашской Республики. И наша единственная забота – это пациент. Качество его жизни. И душевное состояние. Ведь борьба с онкологическими заболеваниями – это не только хирургические методы лечения, сложная комбинированная химиотерапия, лучевая терапия, молекулярно-генетические исследования или малоинвазивные методы лечения. Это не только использование последних достижений мировой и отечественной медицинской науки, это еще и испытание силы духа, поддержки близких, умение не сдаваться. Вот почему для нас важен каждый человек, которому мы должны помочь бороться с тяжелым недугом, верить в положительный эффект лечения и не сдаваться в борьбе. А мы делаем все, чтобы пациент в этой борьбе победил. С каждым годом система оказания онкологической помощи в Чуваши становится все эффективнее. Не так давно в онкодиспансере открылся телемедицинский центр, который связал врачей в районах со специалистами нашего онкодиспансера и российского научного онкоцентра. У меня очень приятное впечатление от уровня квалификации и мастерства специалистов, работающих здесь. Есть над чем поработать еще дополнительно, но самое главное, есть базовый уровень, высокая культура, задачи и понимание этих задач. Мне кажется, что в принципе специализированная помощь Чебоксара в ближайшее время будет доведена до уровня европейских стандартов. Я совершенно позитивно оцениваю эту ситуацию и думаю, что один из лучших клинических диспансеров, который сегодня на территории Российской Федерации есть. За каждым исцелением стоит работа огромного количества специалистов и ни один из них не вправе ошибиться. К счастью, сегодня в распоряжении онкологов современное диагностическое оборудование, которое позволяет заглянуть практически в душу. Современное оборудование позволяет врачам с высокой степенью точности не только ставить диагнозы, но и проводить эффективное лечение. Я приехала из Москвы в 1985 году и тогда было две радиотерапевтические установки и блок закрытых источников. В 2005 году установили канадский гамма-терапевтический аппарат. И вот прорыв уже в лучевой терапии начался в 2010 году, когда мы вступили в онкологическую программу. И в 2011 году построили радиологический пристрой, построили два новых каньона, модернизировали старый каньон, и вот начался прорыв лучевой терапии. И мы как бы с телеги, можно сказать, перешли на настоящую космическую ракету. Сегодня в стенах республиканского клинического онкологического диспансера мы встретимся с главным онкологом республики Агафонкиным Сергеем Александровичем. Тема нашей беседы будет рак. Как предотвратить, как диагностировать и что сделать, если у пациента уже обнаружена раковая опухоль. Здравствуйте, Сергей Александрович. Здравствуйте, Лариса Владимировна. Сергей Александрович, вы опытный хирург-онколог. Возглавляете отделение опухоли молочной железы. Кандидат медицинских наук. В 2015 году вы получили премию в номинации «Лучший онколог России». К вам такой вопрос. Почему в организме человека образуется раковая опухоль? Для начала нужно определиться с тем, что такое рак. Рак – это такое обобщенное, простонародное название нескольких онкологических заболеваний, их более ста, каждая из которых является, по сути, отдельным заболеванием. Для каждого характерно отдельное клиническое течение, разные признаки у этих заболеваний, и они по-разному отвечают на лечение. И лечить их нужно тоже по-разному. Злокачивая опухоль начинается с одной единственной клетки, в которой происходят изменения, и она приобретает аномальные, ненормальные черты. Она приобретает способность быстро, бесконтрольно делиться, прорастать в смежные соседние органы, попадать в кровоток, распространяться по организму и расти в отдалённых органах. Например, опухоль молочной железы может. Эти клетки могут попадать в печень, и там появляется метастаз, он растёт, и в конечном итоге развитие метастатических опухолей вызывает гибель организма. Причин развития злокачивающих опухолей вообще много. Это и вредные привычки, например, курение, которое может вызвать рак лёгких, рак слизистых полостерта, рак пищевода, рак желудка, некоторых других опухолей. Алкоголь, злоупотребление алкоголем может вызвать злокачивание в образовании печени. Вирусные агенты, вирус гепатита В, вирус гепатита С, которые вызывают злокачивание на образовании печени. Вирус папиллома человека, человека, который вызывает рак шейки матки, рак гортоноглотки они могут вызвать. Малоподвижный образ жизни, избыточное питание, ожирение – всё это приводит к развитию злокачивания на образовании. Следование ряду простых советов может предотвратить или минимизировать риск развития злокачивающих опухолей. Во-первых, если есть вредные привычки, от них нужно отказаться. Если вы курите, нужно бросить курить. Если не получается бросить курить, нужно хотя бы не курить в присутствии окружающих, потому что пассивные курильщики тоже приобретают риск развития злокачивания опухоли. Нужно сбалансировать рацион питания, минимизировать употребление жареных, жирных, копчёных продуктов, снизить потребление поваренной соли, ввести в рацион свежие овощи и фрукты, то есть всё, что богато витаминами. Увеличить физическую активность, больше двигаться, участвовать в программах вакцинации против вирусного гепатита B, участвовать в акциях по профилактическому обследованию. И всё это позволит снизить риск развития злокачивающих опухолей. Сергей Александрович, при общении с пациентами можно слышать такой вопрос. Я же молодой, меня ничего не беспокоит. Для чего мне идти на диспансеризацию и проходить профосмотры? Дело в том, что у каждого опухолевого заболевания есть длительный бессимптомный предопухолевый период, когда опухоль имеет минимальные размеры, когда ещё нет метастазов в отдалённых органах, и когда лечение максимально эффективно. И в этом случае шанс на излечение приблизительно 95%. И вот в этот период существует способ обнаружения этих злокачивающих новообразований. Это профилактические обследования. Профилактически обследоваться гражданин может в рамках профилактических осмотров или в рамках диспансеризации, обратившись в поликлинику по месту проживания человека. Профилактическое обследование должно включать для женщин маммографию или рентгенологическое обследование молочной железы. Дополняться это может ультразвуковым исследованием молочной железы. Визуальное исследование ободочной кишки или колоноскопия. Неплохо включить в профилактическое обследование исследование эндоскопическое желудка. Исследование кала на скрытую кровь позволяет выявить опухоли нижних отделов пищеварительного тракта. Ежегодно нужно проводить рентгенологическое исследование легких. Женщинам нужно посещать гинеколога с взятием мазков на онкоцитологию для того, чтобы обнаружить опухоль шарики матки. С профилактической целью мужчинам нужно сдавать анализ крови на простатспецифический антиген для того, чтобы обнаружить рак предстательной железы. Вот это минимальный перечень обследований, которые человек должен проходить для того, чтобы выявить опухоль на начальной стадии и увеличить шансы на излечение. Вы главный онколог Республики. Расскажите, где пациент из Чувашии может получить грамотную онкологическую помощь? Как устроена онкологическая служба Чувашской Республики? Онкологическая помощь в Чувашской Республике организована по принципу так называемой трехуровневой системы. Первый уровень – это первичные онкологические кабинеты медицинских организаций, которые находятся по месту жительства пациента. В первичных онкологических кабинетах работают районы онкологии. Второй уровень – это межтерриториальные медицинские центры, в которых находятся диагностические оборудования и где могут обследовать пациента с подозрением на злокачественную опухоль. Третий уровень – это уровень специализированной помощи. Это республиканский клинический онкологический диспансер, в котором сосредоточены все виды специализированной помощи, где оказывается высокотехнологичная медицинская помощь, где проводится реабилитация онкологических пациентов и находится отделение палиативной медицинской помощи. В наиболее сложных клинических случаях есть возможность направить пациента в федеральные онкологические центры, каким, например, является российский онкологический центр имени Николая Николаевича Блохина. Кроме того, в последнее время появилась возможность связаться со специалистами онкоцентра по телемедицинской связи, и мы можем онлайн получить консультацию без выезда пациента за пределы нашей республики. Сергей Александрович, а теперь давайте коснемся такого важного вопроса. Что делать, если пациент сам заподозрил у себя онкологическое заболевание? Дайте, пожалуйста, пошаговую инструкцию, как поступить в этой ситуации. Если появились признаки злокачественного образования, нужно обратиться к врачу общей практики или участковому терапевту по месту проживания человека. Это проводник гражданина в медицинский мир. После минимального обследования пациента отправят к районному онкологу, который проведет до обследования и в случае подтверждения подозрения на злокачественную опухоль направит пациента в республиканский клинический онкологический диспансер. После этого пациент попадает в поликлиническое отделение, где организовано несколько специализированных приемов. Есть специалисты, которые занимаются патологией, например, толстой кишки. Есть специалисты, которые занимаются опухолями репродуктивной системы, молочной железы. Урологический прием есть и несколько других приемов. После обследования в случае необходимости пациента обязательно обсуждают на междисциплинарном консилиуме, в котором участвуют обязательно три врача онкологических специальностей. Это врач-радиолог, врач-хирург и врач-химиотерапевт. И решают, с чего нужно начать лечение, в какой последовательности это лечение нужно проводить. И при выборе тактики лечения пациент маршрутизируется в стационарное отделение республиканского онкодиспансера, где ему это лечение проводят. После того, как проводится специальное лечение, диспансерным наблюдением занимаются врачи-онкологи первичных онкологических кабинетов. Сергей Александрович, спасибо вам за содержательное интервью. Успехов вам в нелегком труде. Спасибо вам. Помощь онкологическим больным – непрерывный многоэтапный процесс, при котором требуется не только выявить заболевание, не только проверировать, пролечить, но также и приложить все усилия для того, чтобы восстановить качество жизни пациента. В 2016 году в республиканском клиническом онкологическом диспансере открыто уникальное для Российской Федерации отделение реабилитации. В отделении активно применяются физиотерапевтические процедуры. Магнитосвета и лазерная терапия, пневмомассаж, лимфодренаж, электротерапия и электросон, тест-терапия, электростимуляция, лекарственный электрофорез, магнито- и КВЧ-терапия, аналог Химовато, Элгос. Особое место в реабилитации занимает психологическая и социальная реабилитация, психокоррекция, массаж, лечебная физкультура. Они используются на всех этапах противоопухолевого лечения пациентов для профилактики послеоперационных осложнений, ликвидации негативных последствий химио- и гормонотерапии, лучевой терапии и лечения сопутствующих заболеваний. В отделении работает Центр психологической поддержки женщин с онкологическими заболеваниями ради жизни. В центре проводятся школы здоровья для пациентов и их родственников на различные темы. На встречи также приходят общественные организации, творческие студии, художники, поэты, неравнодушные и талантливые горожане. Кроме того, в Центре психологической поддержки организуется группа общения по интересам, творческие мастер-классы, встречи со стилистом, диетологом, писателями и другие. Так недавно завершила работу арт-терапевтическая выставка «Искусство счастья», организованная культурно-выставочным центром «Радуга». В дни работы выставки организаторы привели для пациентов творческие мастер-классы «Бисерный талисман» и «Цветок радости». Мы находимся в поликлинике Республиканского клинического онкологического диспансера. И нас сопровождает заведующая поликлиникой Татьяна Старостина. Расскажите о нововведениях проекта «Бережливая поликлиника», которые позволили достичь равномерной загрузки медицинского персонала, устранить очереди и рационально использовать информационные технологии. Для того, чтобы оптимизировать потоки пациентов и сократить время ожидания приема, в нашей клинике внедрена электронная система управления очередью. Пациент, обратившись в регистратору, оформляет карточку и получает талончик на прием к врачу. Врач на своем рабочем месте видит, сколько пациентов записалось к нему на прием, также сколько пациентов обратились к нему без записи. Пациент вызывается по электронному таблу на прием, и это сокращает время ожиданий пациента, снимает стрессовые ситуации и помогает врачу координировать и структурировать свой прием. Но не только информационные технологии помогают нам оптимизировать потоки пациентов. В нашем диспансере организована работа дежурного врача. Это ежедневно с 7 часов утра работает дежурный врач-администратор, который занимается регулированием потоков пациентов, которые обратились без записи, которые хотят получить какие-то дополнительные консультации. И этот доктор решает организационные вопросы, направляет на дообследование, ведет прием и направляет на прием к смежным врачам-специалистам. Еще одно нововведение в рамках проекта «Бережливая медицина» это использование и применение телемедицинских консультаций. Врачи-онкологи и врачи первичного звена имеют возможность ежедневно направлять к нам электронные заявки на консультацию пациента по представленным медицинским документам. Наш доктор просматривает эти запросы и дает ответ с необходимыми рекомендациями. Это направить пациента на дообследование, либо пригласить к нам на консультацию в онкодиспансер. Все это помогает нам своевременно поставить диагноз и как можно быстрее начать лечение. Более того, информатизация рабочего места врача на сегодняшний день позволяет не запрашивать дополнительных документов у пациента, просмотреть его электронную историю болезни, осмотреть врачей и других специалистов, посмотреть выписки стационарного лечения и результаты обследования, просмотреть медицинскую документацию в режиме онлайн и быстро поставить диагноз. Онкология – серьезный диагноз и порой даже настрой помогает выздоровлению. Людмила Семенова рассказывает, что заболевание у нее обнаружили еще в 2009 году. Она помнит, какой поликлиника была до модернизации и какой стала. Значительно изменилась, потому что, вот когда ходила я в 2009 году по коридорам этой поликлиники, было довольно мрачно. Не было мест сидячих. И вообще казалось, что даже посетители были недовольны тем, что вроде как мрачные кабинеты были. А сейчас ходишь, все светло. Есть места, где можно отдохнуть. Даже на диванчике посидеть, если более долгий прием. В общем, мне нравится здесь сейчас все. Людмила отмечает, что изменился и сам подход к приему пациентов. Их маршрут выстроен детально. Теперь нет длинных очередей, недовольных больных и замученных врачей. Каждый врач видит, сколько человек у него за дверью. Есть такая система, которая на компьютере показывает, сколько у меня в очереди человек. И кто по записи, кто экстренный. Могу регулировать очередь. Сейчас в каждом кабинете два компьютера. Заполнять карты, смотреть результаты анализов и лечения. Распечатывать направление на обследование может и врач, и медсестра. Пациент может идти на лечение без амбулаторной карты. Все в электронном виде у нас. Все есть папки. Есть и на бумажных носителях. Находится под рукой. Не вставая из своего рабочего места, мы можем прием организовать очень быстро. Все бланки у нас, все документы. Все есть в компьютере. И если компьютер зависает к каким-то причинам, то есть на бумажных носителях. Регистратура в поликлинике преобразована в консультативно-справочный отдел. Оформят карту и направят к нужному врачу в течение нескольких минут. Записаться на прием можно и по телефону колл-центра. Там же расскажут о расписании и лечении. В среднем в день сюда приходят 250-300 человек. А с помощью телемедицины и электронной системы можно проконсультировать до 15 человек в неделю. В ближайшее время в онкодиспансере планируют провести модернизацию диагностического центра. В конце программы хочется развенчать популярный миф. Рак – неизлечимое заболевание. Поверьте, излечимое. Современная медицина научилась диагностировать и лечить основные виды онкологических заболеваний. В большинстве случаев успех лечения зависит от своевременности обращения к врачу. Лучше потратить день на прохождение медицинского осмотра, диспансеризации, чтобы сохранить драгоценные годы жизни. Берегите себя и будьте здоровы! С вами был телепроект «Минздрава Чувашия. Здоровая Чувашия». И я – главный терапевт республики Лариса Тарасова. Через месяц мы вновь увидимся с вами и будем говорить о здоровье пожилого человека.